а у нас был какой-то период в истории когда мы не находились в такой системе когда допустим какая-то страна на планете могла противостоять британцам и сама вести свою игру ну когда константинополь был наш вот это был отдельный субъект константинополь царград сейчас реальный статус но он исторически разумеет мы не понимаем статус царграда и возникает по ряду источников такое ну там же выдают вот римская империя один из центров это константинополь царград второй центр рим как бы нам в голову такую схему вкладывать схема то просматривается что вероятно и не так вероятно царград был центром пани и рожают от турки единственные кто противостоять турки инструмент турки уже пришли когда раздолблен был течение длительного воздействия этот когда по религии прошло разделение в течение длительного воздействия подпиливали царград и турки это уже последняя капелька тут вообще получается но вот эта схема если действительно вот но по тутанхамону по египту у нас р-1б гоплогруппа да европейская информация неофициально вот ее катают когда потрес там этот историк бумажкой перед журналистами тут сфотографировали но они не публиковали не опубликовали данные по по гоплогруппе тутанхамона да у нас получается вот до христианская эпоха у нас есть один центр силы на планете это скидер все скидерская скидерская цивилизация расположена как раз вот на территории россии современной с захватом монголии казахстана китая европы это вот один большой центр силы со становлением христианства у нас получается постепенный захват скидерской территории скидерской территории но это как доминирование над всем миром было включая вот проход получается если кто-то поставил р-1б руководить египтом да в те времена то это вот скид и давлели потом очень много было таких косвенных данных там вплоть до фауна флора северная находится в ископаемом виде в дворцовых интерьерах до васильки типа цветочки и так далее дальше пиласги от которых произошли в конечном итоге культура то что мы называем греческой это тоже скидские все дела грубо говоря воздействие скифов на всю территорию включая там ближний хвосток пуштунов индусов вот это вот все но на земле как бы не находится какой-то площадке где мы не видим следов скифов причем на самом верхнем уровне на уровне управления то есть скифы управляли всем миром а что же так легко развели раз как раз ну вот вы сказали пришло христианство и начали дробиться на как легко ты так это технология это когда ты ложишь кирпич сверху он обязан выиграть надо положить второй кирпич свой для того чтобы положить второй кирпич его надо создать он должен быть так он высказали было скифе чушь они так легко повелись на дробление управление управление вот у тебя было допустим ну просто вне религиозное получается монархического управления у тебя почему вне религиозное даже по дохристианским религиям царь это кто мы называем это религией мы называем это религия и воспринимаем это как как верование во что-то фантастическое там или элемент волшебности я бы сказал что они не такой был это восприятие ну просто абсолютно реально вот индусы воспринимают виманы как реальные объекты которые реально существуют в природе они дают реальное знание вся цивилизация индусов она построена на этом на этих знаний абстрактного бога которые там вот где-то там святой дух что-то вот такое происходит там этого нет там ли есть реальность и реальные события у нас это как но это как сравнивать фильм аватар и отчима который принес мол молоко скажем ну некорректное сравнение но вот где-то так реальный мир и воображение и у нас сейчас восприятие христианство ну как бы вот простого школьника возьми так воспринимает как такой ореол а схема заключалась в простоте применения для того чтобы стать христианином что надо было услышать о заповедях услышать о голгофе да и несколько историй которые ты можешь удержать в память красивых и они тебе доходят до твоего сердца да за это тебе легко подключиться а потом через как пройдя через какое-то осмысление за это тебе легко умирать и воевать и эта схема она вхожа так почему эта схема не объединила скифов еще сильнее а наоборот стало их родительным ну кто те что что не подожди кто тебе сказал что не объединила ну вот вы сказали что была великая скифия после дохода христианства все да да так поменялся субъект управления поменялся субъект управней управления у тебя есть вот у тебя был было назовем это великое новгородское княжество да вот на тот момент скажем скифия на заходе христианства представлялась вот те территории россии и и и соседей мы были одним целом вот в плане вот когда один а тело может собрать собрать все племена и которые к нему зайду до это давно целое рачи нгис хам может собрать кратамерлан может собрать это одно целое системе там же нет целенаправленного геноцида внутри группы при объединении там есть геноцид непокорных когда вот кто-то не пошел с нами мы просто их вырезали все весь этот рот да а так то все остальные объединились да и эта сила двинулась двинулась на покоренные ранее места где какие-то ребята те же самые скифы которые с предыдущей волной зашли до осели но то что что будет если если батила пришел древним египтянам да тут алхамон образно там даты другие но кому бы он пришел он бы пришел тому же скифу да который правят египтом где или тоже там же жрецы и так далее тоже вероятнее всего генетические скифы и так далее которые правят местным населением там туда дальше распространяют на на нубийцев ну то есть оба что это ему мешало грабить и убивать что нет он да он тут он приходит вложит карту свою сверху да перекрывает и это волны которые продолжаются 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 но это набеги одних и тех же из одного центра если хотела воюют с римом далее воюют с сарградом с византии образно это он воюет со своими мальчишами дальше сюда вносятся культурные особенности если мы перекрываем римскую империю христианством а на северах да в коренной скифии христианства нет то это конфликт мировоззрения а христианство такая штука что она забирает территории это карта которая ложится сверху вот она забрала территории народ при этом дабы были битвы были войны религиозная в конечном итоге религия легла сверху остались те же люди просто они ушли христианство весь ему все вот здесь вот по этим территориям христиан и вы же до христианскую эпоху были не христианами тут все ими стали но это не значит что мы все умерли мы пролили много-премного своей крови в борьбе за религию и успокоились конкретно под этой религией если у нас отбирать религию опять начнется круга придет другая религия на это место потому что это организационные собираются все разрушить христиан да ну сейчас пытаются как бы ну не надо уже давно по моему до старских времен и с помощью католического инструмента режут православный фактор